Наш самый турецкий поток и не наше Черное море. ВМФ США и других стран Североатлантического альянса, не говоря уже о ВМФ Турции, де-факто прописались в Черном море уже в 1991 году, еще до окончательного распада СССР. А к настоящему времени военные и разведывательные суда не черноморских стран НАТО в буквальном смысле регулярно бороздят эту акваторию по всем Азимутам, от портов и баз в Болгарии и Румынии, которые хотя бы официально прописались в НАТО вплоть до дружественных альянс у берегов Украины и Грузии. Новая группа этих судов вошла в Черное море в конце марта-начале апреля нынешнего года. В какой-то момент едва не сформировалось парадоксальное положение, когда Турция, традиционный оппонент России в Черноморском регионе, стал представлять для нашего флота куда меньшую угрозу, чем бывшие братские республики. Однако после серии известных инцидентов, среди которых особенно трагическими стали гибель нашего посла и сбитой у сирийской границы российский самолет, стало понятно, что Турцию ни в коем случае нельзя рассматривать даже в качестве временного партнера. Личное отношение лидеров двух стран и даже контракт на поставку анкорезенитных комплексов С-400, если рассматривать их в этом контексте, принципиально ничего не меняют. Не сразу и не по всем параметрам, но Черное море становится акваторией, где НАТО стремится обосноваться всерьез и надолго. А точнее, навсегда. Причем происходит это, прежде всего, благодаря особой позиции члена НАТО Турции, которая беспрепятственно пропускает в этот бассейн военные суда не черноморских стран Альянса. Да, система пропуска касается только судов определенного тоннажа и только на определенный, заранее оговоренный срок. Но при этом из Анькары регулярно и отнюдь небезосновательно утверждают, что такой подход не нарушает небезызвестную международную конвенцию Монтрё 1936 года. Как известно, еще тогда в небольшом швейцарском городке, который знают скорее как столицу джазового фестиваля, девять стран, в числе которых помимо пяти причерноморских, были также Англия, Франция, Япония и Югославия, договорились о судоходстве в Черноморско-Эгейских проливах, включая Мраморное море. Конвенция восстановила суверенитет Турции, потерпевшей поражение в Первой мировой войне и едва избежавшей раздела, над Босфором и Дарданеллами. К тому же Турция получила право ремилитаризировать зону проливов. Конвенция Анькары может как-то нарушить только цену и разрывы отношений с кем-то из ее подписантов. В свое время руководство СССР как одного из победителей уже во Второй мировой войне не стало настаивать на пересмотре условий Монтрё. И не только потому, что очень уж быстро испортились отношения с бывшими союзниками. Сталин вообще считал необходимым не связывать руки Анькари, чтобы сохранить ее лояльность по отношению к СССР, ведь турецкому руководству хватило выдержки и ума, чтобы не ударить северному соседу в спину. И это несмотря на поистине беспрецедентное давление Гитлера. Турция была связана договором с нацистской Германией, но на СССР напасть не решилась. И сейчас формально Турция ничего вроде бы не нарушает, но на сегодня, пожалуй, главное состоит в том, что Анкара вполне сознательно идет на провоцирование военно-политической напряженности НАТО с Россией. И речь, увы, идет прежде всего о ближних подступах к российской территории. Чего стоят хотя бы откровенно провокационные заходы натовских военных судов в воды, минимально удаленные от Керченского пролива. Впрочем, европейские державы еще в веке не раз угрожали России коллективным вторжением на ее территорию, если российские войска осмелятся вступить в Константинополь и овладеть Босфером с Мраморным морем. Похоже, в настоящее время цели Запада здесь остались прежними. Между тем среди российских экспертов в последнее время распространено мнение, что, якобы, Турция в случае обострения военной ситуации в бассейне будет проводить собственную автономную от всего НАТО политику и не будет потакать провокационным, а то и военным действиям флота в других стран Альянса, СМ. Статью от 9 апреля сего года. В такой оценке есть только один изъян, для чего же тогда Анкара все чаще не только пропускает натовские суда в Черное море, но и включает свои ВМС в маневры и учебные мероприятия Североатлантической армады в этом бассейне. А ведь и турецкие ВМС вместе с судами других стран Блока теперь все чаще гостят в портах Грузии, Украины. Так откуда же появились настолько преувеличенные иллюзии в отношении Турции? Впрочем, нельзя не обратить внимание, что российские профильные ведомства, МИД и Минобороны, до сих пор как-то слишком уж прагматично реагируют на все более явное провоцирование конфликтных ситуаций в Черном море со стороны НАТО. Их делал не только СССР, но и его черноморские союзники Болгария и Румыния, которых тоже не устраивала монополия на проливы, которые когда-то одарили Турцию. Позднее из Москвы всеми силами старались не провоцировать Анкару на более активное участие в антисоветских комбинациях США-НАТО. Кроме того, в Советском Союзе, который после войны очень долго не мог навести порядок на Кавказе и в Закавказье, серьезно опасались расширения сети пантюркистского подполья в СССР, которая всегда формировала Анкара и, естественно, всегда поддерживала. Все советские предложения по поводу изменения Конвенции Монтрю, между прочим, проистекали из аналогичной позиции Российской империи, а потом и республики, которые наиболее полно тогда формулировал лидер кадетской партии Павел Милюков, ненадолго оказавшийся в кресле министра иностранных дел в первом временном правительстве. Конкретно речь шла об изменении тех положений Конвенции, которые разрешали проход в Черное море военных, разведывательных судов и подводных лодок нечерноморских стран. Москва и ее союзники по Варшавскому договору недвусмысленно предлагали запретить такую практику, даже если речь шла о транзите в Дуна и другие реки, лимоны, заливы и проливы, которые, соприкасающиеся с Черным морем. В настоящее время, точнее в последние 10 лет, по имеющимся данным, такое предложение уже который год выдвигает только Абхазия. Причины этого понять совсем несложна угроза со стороны Грузии, баражирующей в направлении НАТО, после августа 2008 года никуда не делась. Тут уж, как говорится, недорастущей черноморской активности НАТО. Тем более, что не только в Грецию, но и в основной регион Европейского Союза эта артерия не может быть проложена иначе, как только через Турцию и Болгарию. Некоторые западные СМИ в этой связи с полным НАТО основанием пишут, что, дескать, во имя турецкого потока Москва ограничится тем, что будет аккуратно критиковать НАТО за эскалацию в Черном море. В отношении Турции, по оценкам СМИ, эта критика вообще будет минимальной, ибо турецкий поток, дескать, некий фетиш для Москвы, весьма важный для руководства РФ и во внутриполитическом плане, не говоря уже о внешнеполитическом аспекте проекта. Потому военное присутствие НАТО в Черном море можно бы усиливать, а Конвенции Монтрё ничто не угрожает. Конвенцию не трогали очень долго, даже в период Суэцкого и Карибского кризисов. В период разрядки, а конкретно на Хельсинском совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе США, Великобритания и Турция в очередной раз дали понять Москве, что не склонны что-либо менять в Конвенции, и что возвращение к этому вопросу отодвинет сроки подписания заключительного акта. Москва же предпочла не удлинять эти сроки. Расклад вокруг Конвенции несколько изменился в 1991-1992 годах, когда к ней взамен СССР присоединились РФ, Украина и Грузия. Причем Киев и Тбилиси, наряду с Софией и Бухарестом, были и остаются категорически против пересмотра Конвенции Монтрё в пользу России. В настоящее время они, напротив, предлагают удлинить как минимум до 20 суток и без того длительные сроки пребывания нечерноморских военных судов в Черном море, действующие в соответствии с Конвенцией. Однако старшие партнеры Украины, Грузии, Болгарии и Румынии пока вполне довольствуются наличием турецкого потока и, повторим, более чем взвешенной позиции России в отношении Конвенции Монтрё.